Думаю, что многие из нас сталкивались с женскими вариантами средневековых доспехов в фэнтези-играх и фильмах. В народе такую, с вашего позволения, защиту называют бронелифчиком. Часто данная экипировка надевается на голое тело, и более какие-либо меры защиты, кроме аналогичных бронетрусов и сапог разной степени высоты, навоительницы отсутствуют. Если говорить обо мне, то я ценитель подобной эстетики и особенно люблю, когда тема сисек подробно раскрыта. Однако реализмом такая броня даже не пахнет. Благо, кроме бронелифчиков, есть и куда более адекватные варианты фэнтезийной женской брони. Их-то мы и проанализируем в текущем выпуске на предмет практичного использования в реальном мире. На связи канал Ammunition Time, и мы начинаем разбор. Если с полуголыми воительницами в кольчужных трусах всё и так ясно, то вот нагрудный панцирь, изготовленный под стать женской анатомии, уже не выглядит однозначно идиотским решением. В реальной истории нет сохранившихся образцов подобной брони, поскольку женщины в массе своей не воевали на полях сражений наравне с мужчинами. Разумеется, существуют единичные исключения, наподобие пресловутой Жанны Дарк, однако аналогичных прецедентов было не просто немного, а исчезающе мало. К тому же, такие женщины носили мужские доспехи, потому что им ничто не мешало этого делать. Как же так? Минутка для капитана очевидности. Дело в том, что женские молочные железы довольно мягкие образования. Это не костяной нарост и не сгусток крепчайших мышечных волокон, которые будут упираться в плоскую металлическую броню, создавая дискомфорт телу. Безусловно, размеры женской груди бывают разные, но решается этот вопрос не чеканкой двух металлических полусфер на керасе, а банальным увеличением заброневого расстояния между телом и панцирем, без изменений формы последнего. Собственно, так поступили бы и с мужской броней, ведь разные мужчины имеют разное телосложение и, как следствие, разный обхват бедер, плеч, талии и грудной клетки. Надо сказать, что в современных единоборствах, а также в спортивном фехтовании, женщины все же применяют анатомическую защиту груди из прочного пластика. Получается, что для доспехов ее тоже ничего не мешает использовать. На самом деле это не совсем так. Насколько я понимаю, пластиковую защиту надевают либо на голое тело, либо поверх нижнего белья. Во всяком случае, так носят мужскую ракушку, а вот в этом я уже разбираюсь не понаслышке. При таких раскладах рельеф тела никак и ничем не скрадывается, а значит и игнорировать его невозможно. Если мы говорим про стальной нагрудный панцирь, то его надевают не на голое тело, а на довольно толстую поддоспешную амортизирующую одежду. Нередко поверх нее надевают еще и кольчугу, и вот в таком случае все женские выпуклости, какими бы они объемными ни были, очень сильно сглаживаются и не нуждаются в детальной анатомической подгонке стального панциря под себя. Поэтому для женщины было бы достаточно и существовавших на тот момент времени мужских вариантов кираз. Но какая в принципе была форма у мужских средневековых нагрудников? Как правило, панцирь изготавливали таким образом, чтобы с него соскальзывали удары. Для этих целей отлично подходит либо выпуклая полусферическая форма нагрудника, она же глобулярная, либо же форма лодочного дна. У второй имеется ребро жесткости по центру, которое разделяет нагрудник по оси тела. Такая конструкция отражает любой колющий удар, а также придает кирасе дополнительную прочность, при попытках деформировать ее боевым молотом или другим ударно-дробящим оружием. Пробить такой доспех было нелегко даже в позднем средневековье выстрелом из аркибузы, из-за наличия приведенной брони. Однако о том, что это такое и как работало, мы в рамках этого видео говорить не будем. К слову, есть особый тип средневекового нагрудника, который хорошо мог бы подойти именно для женской анатомии. Речь о немецком доспехе в стиле Кастенбруст, он же коробчатый доспех. Его главная специфика заключается в грубых, граненых, но при этом весьма функциональных формах всех элементов защиты. В частности, нагрудника. Он сконструирован так, чтобы идеально отражать любой колющий удар, в том числе и копьем. Хотя изготавливали его для мужчин, женщина спокойно сможет его носить со всеми удобствами. Получается, что женский анатомический нагрудник из фэнтези все же непрактичное решение. Одновременно да и нет. С одной стороны, изготавливать на керасе чеканные полусферы на самом деле нерационально. Во-первых, в тех местах, где происходит ковка таких выпуклостей, металл становится тоньше. А толщина пластин брони доспеха сильно определяет степень защищенности война в бою. Конечно, логично было бы предположить, что кузнец возьмет лист металла с запасом в дополнительные несколько миллиметров для изготовления таких выпуклостей. Однако выковать металлическую грудь все равно будет сложно, и тем более без потери прочностных характеристик. Да и зачем, если уже есть другие готовые решения, более надежные, более дешевые и более простые в изготовлении? Во-вторых, есть мнение, что наличие таких полусфер может иметь негативные последствия в тот момент боя, когда колющий удар соскользнет в их место соединения. В этом случае вся энергия от удара будет реализована точно в тело рыцаря, и даже если доспех не будет пробит, заброневое воздействие окажется ощутимо высоким. Это приведет либо к тупой травме внутренних органов, либо к перелому грудины. На мой взгляд, такой урон можно получить разве что от удара вражеского всадника копьем на полном скаку, однако на поле битвы такое вполне возможно. В-третьих, металлические полусферы намного легче пробить клевцом или деформировать боевым молотом, нежели какой-нибудь аналогичный доспех без этих выпуклостей. Поэтому для молотобойца в позднем средневековом бою такие выпуклости были бы как симпл-димпл, просто игрушка-антистресс. В то же время мужские анатомические доспехи существовали в реальной истории, хоть и недолгое время. Перед вами бронзовая древнегреческая кераса под названием гипоторакс, нагрудный доспех из двух металлических пластин с выбитой на них мускулатурой мужского торса. Такая броня принадлежала гаплитам, древнегреческим воинам, и активно использовалась с 8 по 4 века до нашей эры. Керасы античного периода изготавливали путем ковки, но чаще всего отливали из бронзы. Чуть позднее у римлян появилась лорика-мускулата, он же мускулистый доспех, который использовался в качестве стандартной керасы-солдата во II и I веках до нашей эры. Во многом его дизайн был вдохновлен именно древнегреческим гипотораксом. Одним из наиболее древних аналогов лорики-мускулаты можно считать кельтские керасы. Однако они имели совершенно другие символические изображения и анатомию, а пресс на них практически не изображался, в отличие от грудных мышц. Делались такие нагрудники также из бронзы, и датируются они VI-IV веками до нашей эры. Однако ни для кого не станет секретом, что в будущем анатомическая броня почти полностью исчезла, став элементом церемониальных и парадных облачений. Значит ли это, что от неё отказались из-за непрактичной и слабозащищающей формы? Не совсем. Как минимум, в Риме, в первую очередь, от использования лорики-мускулаты отказались по экономическим причинам. Из-за своей монолитной конструкции панцирь стоил дорого в производстве и в ремонте. Поэтому с изобретением лорики-хаматы, то есть обычной кольчуги, солдат римской армии стали снаряжать ею, сделав лорику-мускулату экипировкой высшего командного состава. При этом, с точки зрения инженерной конструкции, мужская анатомическая броня также уступает более прогрессивным средневековым керасам. Хотя разница между ними примерно полторы тысячи лет развития металлургии и военного ремесла, в любом случае большим недостатком мускулистого доспеха являются различные выпуклости. Проблема даже не в самих выпуклостях, а в местах их соединения. Нагрудник позднего средневековья выполнен так, что клинок меча или копья соскользнет в сторону, а у греческого торекса он застрянет в местах соединений кубиков пресса, тем самым реализовав всю силу удара в панцирь, как и в случае с женской анатомической броней. Даже если доспех и не будет пробит, заброневое воздействие никуда не денется, что также повлечет за собой тупую травму. Поэтому в будущем от такого рельефа отказались, отдав предпочтение глобулярной форме или форме с центральным ребром жесткости. В связи с этим увидеть мускулистую броню в позднем средневековье было бы очень необычно. Однако такая вещь как эстетика никуда не исчезает из человеческой культуры, поэтому когда в 16 веке в Европу вновь пришла мода на все античное, император Карл V уже в 1546 году сделал себе чеканные доспехи с анатомической керасой, подобные лорике мускулати. Так что идея подчеркнуть внешнюю привлекательность носителя доспехов не изобретение жанра фэнтези, а нечто, что люди делали на протяжении всей своей истории. Отсюда логично было бы предположить, что если бы женщины сначала воевали на протяжении всей истории раннего средневековья наравне с мужчинами, то в качестве подчеркивания своей женственности они могли бы изготавливать панцири с ярко выраженными молочными железами, невзирая при этом на непрактичность и нецелесообразность такой конструкции, отдавая предпочтение эстетике в первую очередь. Ну а к позднему средневековью пришли бы к тому, что коробчатый доспех или какой-то близкий к нему аналог защищает лучше и одновременно подчеркивает уникальные для женщины черты фигуры. Тем самым Кастенбруст вполне мог бы стать полноценным женским доспехом центрального и позднего средневековья. Такие дела. Пишите, что вы думаете об этом и предлагайте темы для будущих выпусков в комментариях под видео. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы остались всем довольны. На связи был Ammunition Time. Всем удачи, всем пока.